Кто должен обеспечивать людей инсулином? Почему в больницах нет то вакцин, то сывороток? Откуда постоянная неразбериха в тендерах? Все эти вопросы то и дело сыпятся в адрес Минздрава и его главы Ульяны Супрун. Но конкретики в ее заявлениях ноль, зато регулярно звучит риторика об успехах медреформы. А вот в оппозиции все эти последние нововведения называют не иначе, как медицинским геноцидом и требуют отставки главы Минздрава. Сначала было понятно, что это не реформа, а медицинский геноцид, потому что когда на законодательном уровне в нарушении Конституции узаконивают платную медицину и 85% населения страны не понимают откуда взять деньги на оплату, то это иначе геноцидом не назовешь. Мы направили постановление о снятии с работы исполняющей обязанности министра охраны здоровья, потому что ее советы не пить холодную воду и не сидеть на сквозняке в условиях, когда нет вакцин, когда нет лекарств, когда сплошные подделки лекарственные идут в стране и люди просто уже не знают, куда идти за правдой, это выглядит издевательством. Продолжение следует...